Добро пожаловать на наш канал! Василий Алексеевич, добрый день! Добрый! Баранец Виктор Николаевич, полковник в отставке, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, добрый день! Здравствуйте! И чуть позже к нам присоединится Константин Валентинович Сивков, военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук. Виктор Николаевич, с вашего позволения начнем с вас. О чем можно сейчас говорить? Во второй раз атакован Крымский мост. Есть повреждения достаточно серьезные. Есть, к сожалению, человеческие жертвы. Есть, что там говорить, ущерб нашему престижу. А на ваш взгляд, почему вот именно сейчас и именно по этому объекту был нанесен удар? Я бы хотел начать с другого конца. Напомнить нашим телезрителям, радиослушателям, что стратегический объект по имени Крымский мост имеет длину 18 километров 100 метров. Это гигантский стратегический объект. Много раз уже писалось и говорилось, что мы его всячески с момента ввода в строй пытаемся прикрывать. Так понятно. Начинаем загибать пальцы. Спутники наши присматривают, присматривают. Авиация дежурная присматривает, присматривает. Это что касается воздуха. На воде работают корабли, в том числе противодиверсионные катера. По обеим сторонам Крымского моста работает Росгвардия. Непосредственно на мосту наблюдательные посты выставлены. Под водой работают боевые пловцы. И более того, там была достаточно история, что дельфины даже, уже боевые дельфины, тоже обучали. Мы там поставили определенную систему нам об этом рассказывать. И несмотря на все это гигантское хозяйство, которое, казалось бы, должно было исключить любое нападение, тем не менее, враг воспользовался дырами в защите Крымского моста и атаковал вот этими беспилотниками. Отвечаю на ваш вопрос. Вообще, крымское направление, я бы даже сказал, для Киева, это такая зудящая боль, рана, которую он постоянно расчесывает. Крымский мост – это, знаете, пуповина, которая еще раз связывает Россию с Крымом. Это, я бы даже сказал, это символ новой России, которая, в общем-то, собирает свои исторические земли. Я имею в виду возвращение Крыма в состав России. Вот для Киева принципиально важно бить по этой пуповине, по этому символу бить, издеваться над россиянами, ну и, естественно, показывать свои возможности. Да, это досадно. Мы уже за последние дни обо всем этом тысячу раз переговорили. Ответ на вопрос, почему удалась атака террористическая на Крым, ответ имеет простой, есть простой. Потому что мы позволили противнику использовать какие-то наши слабости в охране моста, и потому противник нанес такой удар. Дмитрий Владимирович, ну а первый вопрос к вам. А на ваш взгляд, что могло бы стать адекватным ответом на атаку на Крымский мост? Сейчас проводятся совещания, решают, что-то там как-то рядят. Но вот на ваш взгляд, как следовало ответить? Ну, во-первых, ответить нужно то в контексте, как сейчас говорил Виктор Николаевич. Значит, надо происследовать все наши уязвимости. Для этого существуют даже и математические модели, и сценарные, и ситуационные. Надо выявить все уязвимости и их, конечно, предотвратить. Потому что угроза есть, она и будет, пока не закончится вся война нашей победы. Нужно выявлять уязвимости. Вот это первое. Второе. Вот я и раньше весьма скептически и критически относился к такому подходу. Вот ударили там по Крымскому мосту, ударили там по нефтехранилищу где-то. Вот мы им ответим. Идет, будем говорить прямо, идет война. Поэтому наш ответ на эту акцию только один может быть. Нужно ввести эту войну до победного конца. И политически, и в правовом отношении мы должны, конечно, тоже определить режим в Киеве как террористический. И не отдельных там должностных лиц или военных объявлять террористами и говорить, вот они организовали это так. Начиная сверху, от президента Зеленского. Он стоит во главе этого государства. Почему это не происходит? Ведь уже было достаточно много атак, которые имеют не военные, а чисто террористический характер. Это Любови скажет. Почему это не происходит? Ну, это вот, я не знаю почему. Видимо, политическая воля. Видимо, мы на что-то рассчитываем. Видимо, рассчитаны не мы, а наше политическое руководство. Видимо, оно рассчитывает еще садиться за стол переговоров с кем-то. Может быть, руку жать. Я не знаю, почему это не происходит. Значит, может быть, тогда от нас потребуют более каких-то решительных действий силовых, если мы объявим таким образом. А мы не хотим их применять. Это вопрос, которым задается значительно большая часть общества. И которым все больше и больше задаются, в том числе и военные. Почему это не происходит? Вот и все. Поэтому наш ответ один. Наш ответ один. Это террористическое государство. И мы должны покончить с этим. И вспомнить наши цели. Сейчас опять было заявлено. Мы будем вести эту компанию, спецоперацию до победы. Все наши цели будут выполнены. Но цели не называются. Это очень удобно. Да, это очень удобно. Они не перечисляются, как это было сказано в начале. Вот и все. Поэтому ответ один. Василий Алексеевич, украинское контрнаступление, о котором так много говорили, так к нему готовились. И такие были у Запада, по крайней мере, ожидания. Непонятно, на чем основано оно. Ну, по оценкам и целого ряда наших экспертов, что интересно, зарубежных экспертов, оно фактически захлебнулось. Вот вы такие оптимистические оценки разделяете. И как вообще, как вы считаете, как будет это контрнаступление развиваться дальше? Понятно, что что-то пошло не так, это мягко говоря. Но, наверное, у противника есть еще какие-то козыри в рукаве. Вот эту проблему все-таки после того, что год назад, именно в Севастополе, год назад случилась атака первого беспилотника на стаб флота, все-таки кардинально решили. И вот за день до этой, ну, скажем, трагедии, потому что погибли люди и ощутимого удара, за день до этого атака была и воздушных беспилотников, двух надводных. Все они были или обезврежены системами РЭП, или уничтожены огнем охраны водного района, соответственно. Это показали того, что там все это сделано. И сетевые заграждения ухода в базу, и, конечно же, взаимодействие плотная сил противовоздушной обороны с черноморцами, тоже противовоздушная оборона. И я думаю, что все можно, как сказал Виктор Николаевич, там и делать. И еще и акустические станции поставить, и надводное обнаружение, РТВ-шные дела. Но там должен быть у этого хозяйства один хозяин, который плотно координирует усилия всех силовых структур. И Росгвардии, и флота, и, естественно, обораниченных войск ФСБ в ФСБ России. И всего, что касательно проверок. Ведь решили вопрос после октября по наземной части, решили вопрос по воздушной части. Они пытались туда попасть. И ракетами, и, безусловно, не получилось. Вот это выход. Это надо постоянно об этом думать. Что касательно того, что происходит, этот контрнаступ, второй месяц пошел, то нужно чрезвычайно осторожно относиться к определенным таким оптимизму. Потому что, вот мы замечаем, что в последнее время не стало уничтоженных леопардов, танков определенных. Вполне вероятно, что где-то и абрамсы притаились. Значит, враг в какой-то степени прячет это недобитое чем-то бронированное чудовище. И в какой-то степени собирается где-то наступать. Поэтому бои будут, естественно, продолжаться. Естественно, ничего толком не вышло. Это благодаря профессионализму и мужеству наших всех бойцов, как отметил министр обороны, что очень приятно. Это и добровольцы очень хорошо себя вели, которые заключили контракт уже с Министерством обороны. Но я думаю, что в любом случае проблема, в том числе Крымского моста, этого действительно символа и Крымской весны, и знакового сооружения, не просто стратегического транспорта, но действительно так. Она решится тогда, когда мы освободим свои территории, новые территории. Если потребуется, то и отбросим врага от старых территорий. К нам присоединился Константин Валентинович Сивков, военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук. Константин Валентинович, ну а как вы расцениваете события вокруг Крымского моста? И на ваш взгляд, какой мог бы быть адекватный ответ? Система противовоздушно-обороны моста, система защиты моста от возможного подрыва наземными средствами обеспечена надежно. Это видно с тех пор. Не обеспечено преддолжным образом прикрытие моста с морского направления. По всей видимости, считалось, что доставить сюда безэкипажные катера будет сложно. Теперь вокруг моста надо будет создавать полноценную систему противоподводной диверсионной обороны, сокращенную по ПДО, и противокатерной обороны. Это вот как раз против таких катеров. Далее, значит, по поводу возможности наступления Украины. Вот сейчас Чареватый, это сукраинский пресс-секретарь группировки, находящийся на севере, в районе Красного Лимана, криком кричит, что создана мощная ударная группировка войск. Это в этом говорит Сырский, главком сухопутных войск Украины. Вот численность 100 тысяч человек, около 900 танков, значит, там 500 с лишним орудий, около 400 реактивных систем залпового огня, плюс добавим туда еще авиацию. Этих сил достаточно, чтобы проломить оборону. Более чем. Вот. Что касается танков, которые имелось у Украины, и вообще группировки ВСУ. Значит, я должен констатировать ее один принципиальный вопрос. Даже если они удвоят численность этой группировки, ничего на фронте не изменится. Принципиально. Потому что успех определяется, помимо численности войск, еще двумя важными факторами. Наличием господства в воздухе и огневого превосходства на театре военных действий. И третий, немаловажный, ключевой фактор, это информационное превосходство. По всем трем позициям мы имеем подавляющее превосходство на ТВД. Поэтому противник не имеет возможности вот так вот действовать эффективно. Поэтому никаких шансов на успех у ВСУ нет. И сегодня надо говорить уже не о том, как нам отражать возможное их наступление. А говорить о том, как мы его будем окружать и уничтожать. Никаких разговоров о том, что мы должны там, где-нибудь подумать. А может быть, только мы новые реальоны освободим. Нет. Мы должны освободить всю территорию Украины. Если мы ее не освободим, то мы получим новое государство, еще более ожесточенное, ненавидящее нашу Россию. Только полная сокрушительная победа и договор может быть только один. Акт о полной безоговорочной капитуляции. Я с вами полностью согласен. Потому что тут аналогия с вирусом. Если его не добить, он снова... Совершенно верно. Виктор Николаевич, ну а вот как вы в этом контексте расцениваете настроение в армии? Вот, понятно, у нас был Пригожин, у него были определенные заявления. Теперь вот нам говорят, было заявление некое генерала-майора Ивана Попова. Ну, якобы оно было в каких-то закрытых чатах, тем не менее оно стало известно всем. И еще несколько офицеров рангом пониже тоже выступают неоднозначно. Вот на ваш взгляд, о чем это свидетельство? Это о каком-то брожении в армии? Или это все-таки можно отнести к здоровой критике? Ух, вы знаете, здесь, на мой взгляд, есть разные аспекты. Ну, давайте я начну с самого крайнего. Меня просто поражает отсутствие элементарной культуры общения тех же генералов в информационном пространстве. Я, например, могу сказать только хорошие слова о генерале Попова. Вы же не забывайте, что это участники Чеченской войны и войны 08. Этот генерал пользуется очень серьезным авторитетом в своей армейской среде. Давайте будем объективны. Да, это большой плюс, это авторитетный человек. Это одна сторона вопроса. Но то, что он вынес в общественное пространство, так называемое, по закрытым сетям, сделал обращение для своих командиров, а потом это все выползло, благодаря генералу Гурулеву еще дальше, расползлось по России, мне кажется, что это недостойный генералов поступок. Внимание! Теперь смотрите, центровой вопрос. О чем сейчас думают русские обыватели, российские? Говорят, что генерал Попов слетел с должности только потому, что сказал Герасимову правду. Так, а внимание теперь, давайте. А какую правду он говорил? Он говорил, что от артналета Украины гибнет личный состав. Герасимов это не знал. Нет-нет, он на Луне, вот там с бабами где-то на Луне. Герасимов не знал, что не хватает боеприпасов. Герасимов не знал, что нету приборов артразведки, да, и нету стратегического центра разведки. Вообще Герасимов ни хрена не знал. А вот Попов встал на совещание и сказал ему, что ж ты генерал армии ни хрена не знаешь. Не знаешь? Я самому Путину об этом доложу. Вот эта наивность, она, тем не менее, получила широкое распространение не только в армии, но в войсках. Да, и в окопах люди, которые сидят, они говорят, что-то там у нас наверху не очень-то хорошо происходит. Теперь посмотрите тенденцию. Вот был генерал Дворников, командующий Южным военным округом, да, а потом он же определенную меру руководил операцией. Это факт. Куда он делся? Нам объяснили это или нет, а? Почему сейчас уже другой командующий Южным военным округом? А посмотрите, там Мурадов тоже был герой с золотой звездой на поле боя. Мы его фалили. Баронец там восхищался его стратегическим умом и так далее. А потом бац, исчез. Так вот, кроме Попова, вы правильно, я понимаю, международных, сказали, у нас еще отстранены должности еще парочку генералов, а мы просто боимся сейчас об этом говорить. О чем это говорит? Наверное, это говорит о каких-то сбоях, управленческих сбоях, о том, что не все в порядке в отношениях, вот в этой иерархии подчинения, а поэтому, что не хватает культуры. И я вообще был категорически против, еще когда первый раз Пригожин стал жаловаться, что ему не дают снаряды Министерство обороны, я, по-моему, на вашей передаче говорил, что директор страны должен был вызвать Пригожина в Кремль, Шойгу в Кремль, закрыть на ключ кабинет и сказать, хлопцы, вот сейчас тут решаем все проблемы, но по ту сторону двери ничего не должна слышать Россия. Это наши семейные дела. Тем не менее, вы видите, что получилось, да? Я потому и отвечаю на ваш вопрос. Вы спрашиваете о моральном состоянии, оно нормальное. Для тех людей, которые сегодня находятся на передке, которым поставлено задачу уничтожать врага, вы знаете, они выполняют эту задачу, а что там сзади, кого там сняли, люди, вы понимаете, когда в перерывах между боями, там где-то посудачить, чайок попить, там, может быть, а что Попова сняли, а что там командира 7-й дивизии сняли, а что 6-й командир, 106-й воздушный десант. Да, странное совпадение. Я внимательно слежу за этим, что-то мы по десантникам пошли очень круто, а по десантникам прошли достаточно серьезно, да? Там и Теплинского тоже дергали, теперь 7-я дивизия, 106-я дивизия. Вот здесь какая-то тенденция опасная, нельзя забывать, что ВДВ это стратегический резерв Верховного уклада командования. Что же мы с этим резервом поступаем, как чемоданом, без ручки? Для меня это тоже большой вопрос. Я в целом хочу сказать, не лицемерие, а моральное состояние армии, оно разное, оно в целом здоровое, потому что война очень серьезно лечит. Там судачить, склоки размазывать по окопам, по млитажам. Там людям военным некогда. Но люди задаются вопрос, а почему сняли этого генерала? А почему этого генерала? Вы извините, пожалуйста, генералы-то не фрейдеры, такие опорные кроки нашей армии. И если мы так разбрасываемся с генералами, вы знаете, но тут что-то есть болезненно, и я не побоюсь, опасно. Адмитрий Владимирович, ну а как вот теперь вы видите перспективу ЧВК в России? Ведь я так понимаю, все-таки справедливости ради, они решали некоторые вопросы, решали, может быть, даже какие-то деликатные вопросы. Но оказалось, что вообще малоуправляемая, а то и вовсе неуправляемая группировка людей, сплоченных, вооруженных, это вещь, от которой негативные издержки слишком могут быть высоки. Конечно, высоки. Об этом, кто это дело понимал и предвидел, говорили 10-12 лет тому назад, когда появилась такая идея. Я помню, вот на заседании клуба «Аналитика», по-моему, он и сейчас такой клуб работает, иногда там заседание проводил даже бывший начальник генерального штаба Болуевский Юрий Николаевич, такая уже идея рассматривалась. И кто-то выступал, больше стоящий на государственных позициях, о том, что это не нужно, это вредно, опасно и так далее. Но были уже значительные группы лиц, которые доказывали, что это нужно, полезно. Опять же, весь мир это делает, но весь мир имеется в виду США. Вот именно. В Китае такого нет, например, так слово. Поэтому идея была, с одной стороны, где-то заманчивая, то есть можно вуалировать роль задачи государства, где-то там за рубежом, с помощью ЧВК, решать какие-то вопросы и делать вид, что государство здесь ни при чем. Это, во-первых, лукавство, во-вторых, тут есть разные аспекты. Главное, что выпущен джин из бутылки и пошла тенденция. И когда возникла необходимость защищать родину, как Пригожин говорит, нас попросили. Они пришли. Достаточно большая группировка, умеющая воевать. Почему нет? Их пригласили. Ну, а в результате, оказывается, кто платит, тот, в данном случае, правда, платило государство. И теперь это уже не секрет, уже объявлено на официальном уровне. Чтобы платило государство за их участие там. Но фактически эта группировка, у нее был хозяин, Пригожин. Ну, вообще, если не переходить на личности, в принципе, насколько сейчас нужны в нашей армии вот такие, как бы, сторонние военные структуры, малоуправляемые? Абсолютно не нужны. Абсолютно не нужны. Армия – это важнейший институт государства. У государства для этого есть все возможности, инструменты, средства, чтобы этот институт формировать, развивать и поддерживать в необходимом, так сказать, объеме и качестве. И государство именно этим и должно заниматься. А не отдавать это наутку поддельным частным структурам. И то, что, видимо, сейчас, конечно, несколько насторожились, ну, не хочу сказать, напугались, да, ну, хотя напугались, конечно. Вот, поэтому, вот давайте мы сейчас все подпишем контракт, там, да, с ЧВК тоже был контракт, Вагнер. Значит, ну, другой несколько контракт. Вот, но у нас же остались ЧВК. Остались ЧВК. Они были за ленточкой, как говорят бойцы, да, ну, в частности, там какая-то ЧВК, Газпром, там еще какие-то, проявились очень плохо, да, они не были так подготовлены. ЧВК вообще Газпром у меня просто не укладывается в голове, честно говоря. Они не были так подготовлены, закалены, может быть, мотивированы, как вагнеровцы. Понимаете, они остались. Но у нас официально государство объявило о том, что сама идея ЧВК порочна. Я не слышал. Да, пока еще. Более того, у нас в военной доктрине, вот так, штрихом, вот, говорят, ЧВК у нас незаконно, у нас непонятен статус, да, по нашему законодательству нет такого вот коммерческой структуры, там, ни в гражданском кодексе, нигде. Но в военной доктрине штрихом проскочило, что привлекается там в случае необходимости для защиты и так далее, в том числе и ЧВК, сносочкой частной военной компании. Василий Алексеевич, ну, Евгений Пригожин в свое время жаловался на то, что ЧВК получает, его ЧВК Вагнер получает недостаточно снарядов, но и от некоторых, скажем так, сотрудников Министерства обороны тоже мы слышали подобного рода жалобы, может быть, не в такой резкой форме. А вот в настоящее время, как с этим все-таки обстоит дело? Проблема решена с боеприпасами? Виктор Николаевич говорил, он совершенно с ним согласен. В армии есть непреложное правило. Сначала выполни приказ, потом приступай его обжаловать. Вот было время еще, когда Севастополь и Крым были украинскими, поссорились с главком ВМФ Праедов, с командующим Черноморским флотом Камаедовым. Прямо скажем, это было, ну, для нас, для офицеров шоком. Вот уважаемый писатель, замечательный писатель Астафьев, когда вот на старости лет стал писать свои романы, он сержантом был связистом, он стал оценивать Жукова, стал оценивать команды, он сказал, потопили в крови. Ужасный, ужасный роман. Понимаете, он видел свою катушку, он геройский человек, катушку, которую тащил по этим окопам, дальше связь. А Жуков сидел там. И здесь начальник юрштаба, принц, боевой генерал, он больше видит, объективно, чем Попу, у него больше направлений. И, очевидно, он знает эту ситуацию. И знает, что какое-то время не хватало снарядов. Также можно говорить о том, что вот они собрались, правильно, Виктор Николаевич говорит, собрались. И решайте это, не вынося ссор на, тем более, публично, обыватель. Это армия. В армии есть приказ. Выполни его. Если надо, обжалуй. Я хочу сказать еще. Я хочу сказать, что, конечно же, когда нам показывали технику, которую передавали от ЧВК, особы с голыми руками должны были воевать. Конечно, у них все это было. И летчики у них героически гибли, и героев присваивали, и ордена давали. Кому-то тебе дали, тебе не дадали, и общее хозяйство давали. Что есть, что дают. Напомню, что мы воюем своим оружием. Их снабжает весь мир. И получается, у нас артиллерийский зал помощнее все равно. Получается, что мы имеем господство в воздухе. Но остальные недостатки, конечно же, есть. И, конечно же, армия, это даже в хорошем колхозе дисциплина была. Если дисциплина была, и колхоз был хороший в советское время. Здесь очевидно. Константин Валентинович, такой вопрос. Ученые Института социологии РАН проводят исследования много лет. И вот что они утверждают, что главная противоречия российского общества – это между богатыми и бедными. Второе по значимости – между властью и народом. Честно говоря, я тут не вижу никакой разницы. У нас все-таки власть-то богатым принадлежит в основном. На ваш взгляд, проявление некоего недовольства в армии – это чисто военная тема, или это все-таки продолжение этих проблем общества? Я немножко долго поговорю, прошу меня не перебивать. Я начну с того, что снарядный голод всегда может быть сейчас. Потому что если мы готовим серьезное наступление, снаряды надо накопить. И это вполне нормально. Это раз. Значит, по поводу Вагнера и событий, которые происходят в вооруженных силах. Вот настрой. В выступлении генерала Попова я полностью солидарен с Виктором Николаевичем. Он абсолютно прав в отношении Попова и других офицеров, фронтовиков, генералов. Все генералы, которые сейчас там воевали, они воевали успешно. А значит, они герои. Все, вопросов нет. Они показали себя в деле. Бесспорное. Это достижение, что подавление мятежа, подавление в кавычках, мятежа Вагнера произошло бескровно. Хотя кто сказал бескровно? А 12 солдат, первоклассных пилотов погибших. Каждый такой пилот стоит тысячу вагнеровцев. Потому что для подготовки такого пилота нужно до 15 лет и больше. Я уж не говорю о самолете. Поэтому еще как кроваво. Кстати, там следствие-то идет. Если в целом дело прекращено. Далее я хочу сказать. Встречался ли президент наш с семьями погибших пилотов? Я что-то не слышал об этом. А с Вагнером и встретился. Вот такая форма подавления в кавычках мятежа сформировала представление у значительной части российских людей. В том числе и военных. В том числе и спецслужбистов. В том числе и МВДшников. Росгвардейцев. Что попытка подобного мятежа ничем особо не закончится. И отсюда это породило вот эти все вещи, которые мы сегодня увидели. Попов замечательный офицер. Вот то, что сказал Виктор Николаевич. Под каждым словом подписываюсь. Как он оценивал его выступление в части того, что он обращался к начальнику генштаба. Все прекрасно и так знает без него. А почему он обратился и в закрытой сети? Я могу сказать, что то, что он выплеснул снаружи, может даже и лучше. Потому что если бы это было в закрытой сети, то если говорить строго говоря, то есть не что иное, как открытая подготовка военного мятежа. Конфликт есть. Этот конфликт является мощнейшим детонатором. Этот конфликт – результат всего того социального строя, который имеет место в России. Устранить это все можно только путем перехода в условиях военных действий. И это объективно диктуется необходимостью восстановления технологической суверенитетой страны. Только за счет перехода на рельсы военного социализма. Я об этом говорил. С национализацией всех стратегических ресурсов. С полной ликвидацией всей крупной частной собственности. Я не говорю, что мы хотим расстреливать и внимать. Нет. Просто если имеется магазинная сеть, их там 100 магазинов, расчленивайте ее на 100 частных владельцев. Мы сейчас видим, что это достаточно просто, кстати. С теми же иностранными компаниями. Расчленивать каждый отдельный магазинчик имеет своего собственника. И влияние на социальную ситуацию не может. А вот если 100 магазинов, то единый хозяин еще как влияет на общество и очень серьезно. И может подрывать и отрывать. По сути, ее отрывает часть государственной власти. Отнимает, пересвоивает себе часть государственной власти, часть общественной власти. Поэтому без этого решить задачу вот это нельзя. Теперь, как это используется? Безусловно, это сейчас используют силами пятой колонны. В первую очередь, вот этим самым олигархатом, которые создали эту ситуацию. Для того, чтобы взорвать ситуацию в стране. Потому что в этом состоит смысл. Вы что думаете? Олигархат тупой? Нет, не тупой. Он отчетливо понимает, что без военной силы обеспечить захват власти нельзя. А потому он активно лезет куда? В силовые структуры. В силовые структуры. Демонстрации с флажками ровно счетом ничего не сыграют. Если приедет, скажем, мотивированный Вагнер. И по этой демонстрации шмаленут из пулеметов. И все. И нет демонстрации. 10-15 трупов, а остальные разбежались. Вот логика этих олигархатов. Константин Владимирович, спасибо за участие в нашей программе. Ждем вас снова. Виктор Николаевич, вот еще такой достаточно болезненный вопрос. Может быть, он пока еще не очень болезненный. О медленной ротации войск на передовой. Вообще, насколько эта проблема актуальна? Ведь уже 21 сентября исполнится год указа о мобилизации. Но с другой стороны, вот те люди, которые были мобилизованы, они как раз сейчас, наверное, приобрели боевой опыт. И стоит ли их замещать на новичков? Вообще, что вы об этом думаете в целом? Я сейчас отвечу вам на этот вопрос. Тем более, что генерал Попов поднимал его в ходе разговора с Грасимовым. Я вот сейчас слышал Константину. Я разделяю его точку зрения. Я приезжу к тем людям, которым приятны мысли и о национализации, и о возврате к социализму, и о разгроме олигархата. У меня только одно в данный момент, как военного человека, волнует. Подскажите мне, пожалуйста, мне сейчас нужно разгромить украинскую армию? Или же вернуться назад и мочить олигарха? Вот скажите, ну я вот в Ростопырку стою и не знаю, куда мне поворачиваться. Помните советское выражение «щупальца мирового капитала». Вот как раз эти щупальца проникают. Давайте сначала сделаем это дело, а потом обязательно займемся этими всеми формами хозяйствования, и к социалистической идее вернемся, к лебеде. Она бессмертна. Она как вот росток, который затаптывают в асфальт, а она все равно вылезает. Теперь по поводу ротации. Повторюсь, по поводу действительно упрекал Герасимову, что делается медленно ротация. Что люди уже устали, что их надо менять. В чем состоит суть системы ротации? Тот, кто не знает положение дел на передке, кто не знает передвижения войск, тому кажется, что вот сейчас набрали добровольцев, набрали мобилизантов, автомат в зубы и вперед меняя на передке тех, кто там уже сидит больше года. Но так же это не делается. Так же не делается. Это фактически вопрос о спасении жизни людей, которых мы отправляем на фронт. Так вот, в учебных центрах, на полигонах и так далее идет подготовка людей для ротации, для смены тех, кто там на передке уже больше года воюет. Вы понимаете? Мы должны делать людей, превращать их в тех, кто идет в местные атаки, как говорят украинцы. Да, они же вот сами жалуются. Этот процесс идет постепенно. Даже если человек три месяца проучился в учебном центре, да, который готовится для ротации, его сразу не пустят на передок. Его потихоньку подтягивают линии боевого сопротивления. Да хотя бы для того, чтобы он научился реагировать на обстрелы. Да, для того, чтобы он как-то реагировал на то, что где-то снаряды рвутся и так далее. Но в целом, в целом, конечно, и мне хочется, вот сейчас, чтобы, вы знаете, сколько там, 350 тысяч воюет, давайте завтра к утру, Герасимов, убирай этих хренов собачьих, давайте этих новых, что мы набрали, что будет, и будет поражение. Будет просто поражение. Вот этот процесс конвергенции, говоря этим импортным словом, да, он же на армии делается постепенно, да, выводится, допустим, даже, вы знаете, значение имеет, даже если отделение снимается с какого-то участка, его место должно занять отделение уже обстреляное, пристреляное, уже в какой-то степени матерое, понюхавшее пороху. А вот так сразу, а давайте сюда 100 тысяч, сейчас мои люди устали, надо ходить, так не делается. Это тоже издержки войны. Ведь мы же тоже привыкаем, да, год воюем, извините, но мы этот процесс, даже если два года будем воевать, этот процесс нельзя ускорять, потому что мы понесем потери. Нужно подготовленные людей выводить на ротацию. Генералы не дураки, они правильно делают, они не пускают пока на поле боя неподготовленных людей. А те, кто проходит мобилизацию, те же экзамены сдают, да, и так далее, их готовят к полю боя. Так что ротация действительно это проблема, в народе постоянно звучит эта проблема, устали люди, надо дать отдохнуть. Правда, что-то мне в голову приходит мысль, батя мой, да, 4 года воевал, что-то ни разу вопрос о ротации не поднимал. Вот пока до Берлина не дошел, не орал, что там, Иосиф Виссарионович, я тут устал уже, тут, да, вот, в Зелочных высотах лежу, головы не поднять. Хотелось бы домой к Марии Петровне сездить. Вот дошел, тогда ротировали. Мне кажется, что здесь тоже нужно как-то эту мысль пропагандировать в сознании людей, и гражданских, и военных. Чтобы бабушка Варя у подъезда, поплевывая семечками, не говорила, что-то Герасимов там поплевывает, а ротации не делает. Надо бы делать, что там, Герасимов, не отпускает моего Ваньку домой. Вы же посмотрите еще и другое, в контракты загляните. Есть контракты, которые записываются на определенный срок боевых действий, да, тетка написана. Я подпишу контракт в обороне на 6 месяцев, а есть люди, которые не возвратятся домой до окончания войны. Да, их, может быть, в отпуск отпустят там дней на 10-15, но есть люди, которые точку не поставят в специальные военные операции, а не будут там воевать. Таков наш удел. Ну и все-таки справедливости ради, с учетом того времени, в котором мы живем, насколько я знаю, в целом материальные обязательства перед контрактниками и перед мобилизованными сейчас исполняются. Жалоб стало меньше. Ну, это другой вопрос. Вы правильно говорите. Вы правильно говорите. Но только давайте еще объективно честному народу скажем. Несмотря на то, что Путин требует величайшим вниманием относиться к кому воюет, Шойгу тысячу раз заявлял, я получаю письма, которые меня просто потрясают. И сдержки есть. Их не надо бояться о них говорить. Мы еще не наладили идеальную эту машину. Но наладим со временем. Наладим. Извините. Дмитрий Иванович, ну раз уж вспомнили Великую Отечественную войну, все-таки тогда очень многое было по-другому. И люди были другие. Но ведь и отношения были другие. Невозможно было представить, чтобы вот здесь мы воюем, а вот здесь мы с противником торгуем, поставляем туда нефть, сырье и прочее. Какие-то сделки с ним заключаем. Зерновые там или еще какие-то. Вот. Это первое. Второе. Невозможно было представить, что государство будет обсуждать. А нужна ли нам победа? А вот надо бы остановиться здесь. А может быть даже и не здесь. Вот как вы считаете, вот с таким настроением, куда мы зайдем? И не являются ли эти настроения, они, собственно, органичными для той системы, которая у нас выстроена после 90-х годов? Она очень отличается от той, которая была Великой Отечественной войной. Ну, я считаю, что вот вы правильно поставили вопрос, да, в котором, собственно, есть уже ответ. Нет. Она органична. Вот эта вот позиция и вот это вот обсуждение, вот эти настроения, они органичны той системе, которую мы выстроили, начиная в 90-х годах. Это как бы система безидейности, но когда есть безидейность, тогда есть идея дна. Выгода, прибыль. Вот поэтому вот так ведь и создается такая в обществе теперь уже неуверенность. И у нас вот даже вот если мы возьмем центральные СМИ, вот у нас как-то идут немножко волнами, то вдруг затихнет, а победы мы идем до конца, значит, да, такое впечатление, что как бы начинают чуть-чуть готовить общество к тому, что, может быть, надо договориться, уже типа хватит, то вдруг опять поднимаются. И я думаю, что идет такая, в общем-то, борьба в общественном сознании, и власть присматривается, и зондирует, значит, зондирует, какие идеи все-таки могут, можно будет продвинуть, или там получат поддержку, какие нет, поэтому надо их к этому готовить, общество, общественное сознание, и так далее. Но все дело в том, что сейчас, конечно, поднялся вопрос о состоянии морального духа армии и так далее. Я сейчас бываю в госпиталях, я восхищаюсь нашими молодыми вот ребятами, воинами, никакого нет уныния, инвалиды, протезы осваивают, настроение нормальное, дух, все в порядке. И в то же время, и в то же время, они рассказывают о достаточно многих случаях, вот я мягко скажу, нарушение дисциплины, в том числе и со стороны офицеров, это всегда есть, было и будет, но их достаточно много, их достаточно много. Хотя в целом, конечно, обстановка в армии нормальная, мы это видим хотя бы по линии фронта, держат, держат, воюют. Ну и по рассказам, опять же, ребят, никто там никуда не бежит и не бежал, в том числе и в начале мая под клещей, как грех пригоден. Ну, объективно, негативных рассказов стало меньше и жалоб стало меньше, да. Ну, насчет жалоб я скажу так, вот обеспечение, да, выплаты и так далее, они предусмотрены, многие выплаты и нормальные, но на практике они реализуются с большим трудом. То есть надо, военный должен это дело отслеживать, он должен постоянно, значит, писать всякие рапорта и так далее. Более того, я скажу, подключился в помощь им, конкретно подключился Следственный комитет во главе с Бастрыкиным Александром Ивановичем. Казалось бы, у него и других дел хватает, да. Тем не менее, он взялся обеспечить вот эту вот защиту с этой точки зрения, значит, наших воинов и раненых, инвалидов и так далее. Вот, и, ну, понимаете, какая штука? Вот получается, сейчас вот поднимали вопрос. Я тоже вот поддерживаю полностью, значит, Валентин Константиновича на том, что нам нужно переходить к социализму и так далее. Но мы кого об этом просим или убеждаем? Действующую власть, она категорически это делать не собирается. Но жизнь может ее заставить. Но жизнь-то как заставить? Жизнь-то она реализуется, опять же, через людей. Вот, я полностью присоединяюсь к мнению наших вот товарищей, коллег, экспертов, вот, которые тоже здесь вот высказывались и так далее. Ну, недопустимо, когда генералы, вот Пригожин дал плохой пример, он не генерал, он не военный человек, да? А вот это вот прецедент создали, действительно. Значит, ну, недопустимо, когда публично генералы начинают критиковать, вот, значит, высшее командование. И вот я детально не знаю, что именно Попов сказал там на совещании или где-то в адрес начальника генерального штаба. Но когда распространяется его фраза о том, что это предательство, вот то, что его сняли, говорил он это или нет, я же не слышал, но это пишут. Но это недопустимо. Обидно тебе, досадно? Может быть. Вот это допускать нельзя. Но надо понимать, что за этим стоит и объективное противоречие, вот о чем вы ставили вопрос, власти там и так далее. Потому что есть понимание, видимо, или ощущение того, что расходятся военные цели, цели победы и политические цели, и политическое поведение. Да. Вот как раз, Василий Алексеевич, отсюда заключительный вопрос. На ваш взгляд, кто в конечном итоге возьмет верх? Партия поражения или партия победы? Хотя за границей их называют партией войны и партией мира. На самом деле, надо называть вещи своими именами. Партия поражения или партия победы? Я думаю, что при всех том, что мы говорили, при всех недостатках определенных, мотивации, вот бываешь в регионах, там вот на Брянщине или в Севастополе, если жил, мотивация одна, надо побеждать. Да, конечно, есть пятая колонна. Да, конечно, давят американцы. И, конечно, и крымские моции, все что угодно. Еще будет много неприятностей. Но нам, кроме победы, больше, только победа и больше ничего. Запад может умыться и дальше жить. А мы не можем. Мы должны только побеждать. И мы обязательно победим. Мы-то берем свое, а Запад-то воюет за чужое. Это относится и к Тайорнию, и к Украине. Не первый раз. Не первый раз на нашем горбу и на наших горестях. Сегодня мы тоже видим, что не идут навстречу предложениям КПРФ о том, что необходимо провести мобилизационные мероприятия в экономике. На то, что установить жесткий контроль цен, что нужно ввести стратегическое планирование, ограничить внешние валютные операции, сношения, тоже на это не идут. Разговоры об этом идут уже полтора года, но действий, к сожалению, пока не видно. Но, тем не менее, завершая нашу программу, с американцами можно вести переговоры только с позиции силы. В противном случае они просто тебя не воспринимают. Поэтому какие могут быть переговоры, пока у нас не будет конкретной и весомой победы. С вами была программа «Точка зрения». И я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok